Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Алтайском крае передумали продлевать время продажи алкоголя, но все ли так однозначно? Размер имеет значение. Барнаулцы обсуждают мини-яйца, которые появились в магазинах города. Житель Алтайского края, которого посадили за контрабанду и продажу кондитерского мака, вышел на свободу. Мужчину помиловали за участие в специальной военной операции. В Алтайском крае передумали продлевать время продажи алкоголя. Уполномоченный по правам предпринимателей Андрей Осипов попросил снять с повестки с очередной сессии КЗС этот вопрос. О своем намерении он сообщил сегодня на оперативном совещании. Напомним, 25 января депутаты должны были рассмотреть две инициативы в закон о торговле алкоголем. Одну из них инициировал Осипов, а именно о продлении временного ограничения продажи алкоголя с 9 до 11 часов. По его данным, изменения помогли бы сократить спрос на контрафакт и уменьшить число так называемых наливаев-псевдобаров. Своё сегодняшнее решение Осипов объяснил необходимостью подождать федеральный закон о наливайках, который, скорее всего, позволит регионам ограничить время их работы до 23 часов. Только тогда в Алтайском крае будут рассматривать вопрос продления времени продажи алкоголя. Синоптики продлили штормовое предупреждение в Бийске и Барнауле из-за грязного воздуха. По прогнозам неблагоприятные метеоусловия, первой степени опасности или, иными словами, режим черного неба продлится до 25 января. Вот так нас травят. Интернациональная 101 в центре города. Такое чувство, что топят колесами. А вот так сегодня утром было в районе Северного Власихинского проезда. Под черным небом барнаульцы живут уже несколько суток подряд. И, судя по прогнозу, в ближайшие дни воздух не станет чище и безопаснее. К накоплению вредных примесей в нем способствуют неблагоприятные погодные условия. Отсутствие осадков и ветра способного развеять примеси. А их в воздухе зафиксирована сейчас целая смесь. Это оксид углерода, диоксид азота и сажа. По данным Алтайского гидрометцентра, выше всего показатель загрязнения в Бийске, в районе коммунального моста, а в Барнауле в индустриальном районе. Отметим, администрации городов рекомендовали предприятиям сократить выброс загрязняющих веществ в атмосферу, а жителям стоит свести к минимуму пребывания на улице. Добавим также, что из-за смога в Кемерове задерживают самолеты. По данным местных СМИ, сегодня в городе не смогли приземлиться три самолета из Москвы. В одном из многоэтажных домов в центре города в подвале прорвало канализацию. Квартиры пропитались соответствующим запахом, однако устранять проблему никто не торопится. Как жители дома на Чкалово борются с прорывами и с управляющей компанией, выясняла наша съемочная группа. Здесь все залито канализацией. Она давным-давно отсидела. Провало. Запах уже проник в квартире на первый этаж. Вот, пожалуйста. Целая уже неделя. Ничего вы делаете. В таких условиях живут люди на улице Чкалово, 32. Прорыв канализации, говорят, жильцы обнаружили 16 января. Сразу же позвонили в аварийную службу и оставили заявку на устранение проблемы. Четверка спускаюсь, нет ничего. Повторная заявка. В воскресенье я просыпаюсь от запаха, я понимаю, что мне можно даже не спускаться. Это уже понятно. Потому что никто не приезжает. Не пахнет-то до сих пор. Да, но оно не будет пахнуть, потому что подвал закрыт, жижу эту никто не откачал. Управляющая компания отреагировала только 21 января. После третьей заявки утверждают жители дома. Приехали мужчины из аварийной службы. Попросила, говорю, это как бы отлично, спасибо, что приехали. Что-то нужно решить с этой жижей. Как-то, не знаю, и выскребать, и вывозить. Конечно же, они мне ответили, что они этого делать не будут. Канализацию вроде бы как исправили. Ну вот, как оно капало, так оно и капает, и будет капать, самое интересное. Однако, основную утечу Ка все же устранила. Дом обслуживает управляющая компания «Центральная». Из-за халатного отношения людей кидают все подряд с эту канализацию. Заявка была, ее тут же отработали, аварийная служба съездили. Они утверждают, что у них прорыв 16-го произошел, а приехали... Где правда, остается только гадать. А пока жильцам придется потерпеть зловонный душок. Нет, откачивать там не получится. Делается по инструкции распотребленного злора так, что сейчас подсохнет, обработаем 5-процентным настроем гипофлорита, поставим соответствующий акт. А потом, когда будет погода позволять, если там есть что-то лишнее, труп просто уберется со временем почиститься и вынесет. Пока управляйка составляет такты, проблемы не исчезают, возмущаются жители. И у них уже накопились другие претензии. Уборка в подъездах у нас так и продолжается, а точнее, она не убирается. То есть это мы так же своими силами где-то выходим, сами подметаем, убираем, потому что клининговая компания, она не приходит к нам. Дворник у нас вроде как числится, но как мне рассказали уже старые жильцы данного дома, о том, что зарплата у него очень маленькая. Если относительно зарплаты, он там где-то раз в месяц что-то сделает и что-то не делает, естественно. Вот и все. Найдут ли жильцы и управляшка общий язык – вопрос. Эксперты тем временем советуют активно присмотреться к другим УК, более заинтересованным в благополучии их дома. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, День с толком. Переходим к другой теме. Страшная авария произошла в Павловском районе. Два человека погибли. ДТП произошло в субботу на трассе Барнаул-Павловск. Водитель Тойоты выехал на встречную полосу, машину развернула, и она столкнулась в Сузуке. Водители-пассажир Тойоты скончались до приезда скорой. Пассажиры, которые находились в Сузуке, получили травмы. Отметим, что в выходные на трассах края и на этом злополучном участке, в частности, был сильный гололед. Возможно, это тоже сыграло роль в трагическом исходе. А в Первомайском районе в выходные сошла с трассы груженая газель. Очевидцы сообщают, что водитель уснул за рулем. Обошлось без пострадавших. На место пришлось вызвать трактор. Тракторист прочистил для газели дорогу и вытянул ее в поле. После чего газель уехала своим ходом. Барнаутцы в соцсетях страстно обсуждают маленькие яйца. В магазинах города появились яйца по низкой цене, но их размер мини, что немного смутило горожан. Первое сообщение о том, что в Барнаут завесли дешевые яйца по 70 рублей за десяток, в соцсетях появились накануне. Но радость оцен была недолгой. Горожане довольно быстро изучили новинку и разочаровались. Стандартные по размеру упаковки оказались яйца третьей категории, то есть очень маленькие. Такой подвох вызвал массу гневных комментариев. Люди отмечали, что размер яиц подогнали по цену, что на такой десяток можно приготовить разве что одну нормальную яичницу. Подчеркнем, за последние сутки мини-яйца категории С3 успели прибавить в цене. Сегодня десяток миниатюрных яиц российского производства стоит практически 93 рубля. А тем временем в Центральной России на полках магазинов уже появились импортные яйца. Накануне в Россию завезли очередную крупную партию из Азербайджана и уже несколько поступило из Турции. Но вот до Сибири зарубежные яйца пока так и не добрались. Получил помилование и вернулся к семье. Приговоренный к 11 годам лишения свободы за контрабанду и продажу кондитерского мака Сергей Сиренко вышел на свободу. Президент России помиловал мужчину за участие в специальной военной операции. Наша съемочная группа встретилась с бывшим осужденным, который выжил, вернулся домой и теперь не по фотографиям наблюдает, как растут его дети. Подробнее в сюжете Валентина Аскеровой. У меня было огромное желание вернуться домой, увидеть сына. В 60 лет бы пришел, кого бы я увидел? Да никого. То есть я бы всю жизнь там провел. Да не было слов, просто кинулись друг к другу навстречу и все. Ну, по сути, два года не было, были, ну, виделись только через стекло. Здесь вот он, он стоит и передо мной, и насовсем, и навсегда. Жди меня, и я вернусь. Эти строчки и стихотворения Константина Симонова, написанные в Великую Отечественную войну, как нельзя точно попадают в историю Сергея Сиренко и его супруги Маргариты. В 2021 году мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за контрабанду и продажу приправы для булочек кондитерского мака. Вы не слышите? Я хочу сказать, если судебное заседание будет продолжаться в таком же духе, нарушаться права мои, я обведу бессрочную голодовку и не буду ни кушать, ни принимать никаких лекарств. Вот это уголовное дело было сфабриковано. За громкой историей следил весь Алтайский край. Сегодня к Сергею Сиренко вновь приковано внимание телекамер. Вот только повод куда приятнее. Мужчина вернулся к семье, жене и маленькому сыну спустя два с половиной года после приговора. Мы постоянно ставили иконку, вот эти вот всякие штучки, это тут все тоже я привез из Бахмута, вот эти вот вещи, и все, и как бы молились там. Лагерную одежду Сергей сменил на военную форму. Весной прошлого года подписал контракт с Министерством обороны и отправился на специальную военную операцию. Прошел обучение на полигоне, возглавил штурмовое отделение. В его подчинение было больше сотни осужденных со всего Алтайского края. Кто-то заболел, надо найти доктора. Кто-то там, кому-то спать негде, надо его куда-то устроить. Кто-то там не доел, кто-то не допил. То есть вот такие вот все, ну полностью быт. И сплотить как бы коллектив. Ну я за своих могу сказать, что все пацаны молодцы. То есть у нас вернулось как бы много, я считаю, что много. Сергей сам был дважды на волоске от смерти. В Маринке попал под авиаобстрел. В Бахмуте подорвался на Мини. 17 августа мы подорвались с сапером на МОН-50 на Мини. То есть ему оторвало правую ногу по колено, правую руку сломало. Он висел только на этих. Ну тоже практически оторвал ее. На мышцах там висело, на сухожилиях. Ну весь, конечно, он обожжен. Он присел, и получается, что он присел, он закрыл мне ноги. А так как мы очень близко стояли, осколки начали подниматься, и посекло мне только руки. То есть это прям осколки? Ну да, вот он у меня, вот он его видно. Вытащили один, который мне в локте мешал руку сгинать. Вот его вытащили. В сентябре у Сергея закончился контракт с Минобороны. Ему вручили едва ли не главный документ в жизни – справку о помиловании за участие в СВО. Военным бортом мужчина полетел домой. Это было 4 утра, 24 сентября. Естественно, ночь. Естественно, сплю, слышу такой прям громкий стук в дверь. Мила, я одна дома была. Подхожу, спрашиваю, кто. Тишина, дверь открываю, он стоит у меня. Сердце упало в пятки. Я, во-первых, даже сказать ничего не смогла. И, ну, у меня просто до речи пропал. Ну, вот, было настолько неожиданно, что прям слов не было. Домой Сергей вернулся похудевшим с 90 до 60 килограммов. Постепенно мужчина возвращается в прежнюю форму. Много времени уделяет семье, особенно сыну, который хоть и сразу узнал папу, но все же немного отвык. В планах у воссоединившейся семьи достроить дом, организовать общественный совет по поиску пропавших без вести в зоне СВО. А на вопрос, о чем Сергей мечтает больше всего, отвечает, что у него уже все есть. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Прибор, позволяющий определить скорость и направление течения воды в озерах и морях, разрабатывает барнаульский студент. Причем это очень низкая скорость – до 1 мм в секунду. Таких приборов в мире немного, к тому же импортные стоят баснословных денег. Специалисты говорят, прибор нужен как гидрологам, так и обычным рыбакам. Для каких целей – расскажем прямо сейчас. Если подействовать в каком-то направлении на кольцо, оно отклонится. И четыре датчика уловят это отклонение. Федор рассказывает и показывает макет устройства, распечатанные на 3D-принтере, который алтайские гидрологи давно ждут. Собственно, ученые Алтайского института водных и экологических проблем и вышли на студентов и преподавателей политеха с просьбой изготовить российский недорогой измеритель низкой скорости воды – до 1 мм в секунду. С помощью первого варианта такого прибора мы, проводя измерения на озере Манжуров, смогли обнаружить мощные подземные источники грунтовых вод. Кроме мониторинга экологических изменений водной среды, озер или морей, прибор сможет предупреждать о возможных столкновениях с другими судами или препятствиями, а также способен оптимизировать работу гидроэлектростанций. Он может работать как и в руках, просто погружной корпус, индикационный блок. Пользователь держит блок индикации, а погружной корпус, он как бы подвешен на проводе или на тросе. А также может крепиться к каким-то постройкам, которые находятся на воде, а также к судам. Научный руководитель Федора говорит, готовый к эксплуатации прибор может заинтересовать не только ученых. Может быть, это будет интересно рыбакам, например, так как подводные камеры есть для определения скоплений рыб, например. То есть, может быть, для определения течений, то есть, нерис проходит или еще что-то. Зарубежные аналоги, к примеру, японские «Инфинити» сейчас стоят полтора миллиона долларов. На разработку нашего планируют потратить 500 тысяч рублей. Именно столько выделил Федоров фонд содействия инновациям «Умник». Проект барнаульского студента вошел в число победителей программы фонда. Чтобы довести прибор до совершенства, понадобится еще минимум год, говорит разработчик. В Институте водных и экологических проблем готовы ждать и пару лет. Ведь необходимость в таком устройстве велика. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. В краевой столице экологично избавились от 400 новогодних деревьев. В эти выходные в Барнауле прошла традиционная январская акция по сбору и приработке елок, пихты, сосен. Новогодние деревья принимали в пяти точках. Оттуда елки увезли на Павловский деревообрабатывающий комбинат, где их применяют для производства плит МДФ, которые потом используют для мебели. Организатором акции вновь выступила организация «Мусора больше нет» совместно с Комитетом по благоустройству города. Добавим, что в этом году барнаульцы сдали волонтерам меньше новогодних деревьев, чем в прошлом январе. В 2023-м в ходе акции собрали полтысячи елок. Победитель конкурса National Geographic фотограф Евгений Борисов провел встречу в Гмилике. На ней он рассказал о последней экспедиции, в которой было сделано 14 тысяч снимков. Какая страна ему запомнилась больше всего, расскажет Данил Кузнецов. Для фотографа дикой природы очень важно быть в том месте, где он мечтает. Барнаульский фотограф Евгений Борисов посетил чуть ли не полсвета. Одна из его работ даже выиграла конкурс от National Geographic. В рамках фестиваля заповедной культуры в Гмилике фотограф делится впечатлениями от последней поездки. Двухмесячная экспедиция длиной в 67 тысяч километров проходила через Дубай, Уганду, Мадагаскар и Южную Джорджию. Для меня, как и для фотографа дикой природы, конечно, Южная Джорджия является фаворит. Потому что это труднодоступное и редкое место, где большое количество животных, птиц в одном месте и без вмешательства людей. Особенность места в том, что это почти Антарктида. Поэтому до Южной Джорджии необходимо добираться на корабле со стороны Патагонии либо Фолкландских островов. Евгений Борисов с другими фотографами шли через Атлантический океан 4 дня ради этих снимков. Кстати, любимым животным всей экспедиции он назвал королевского пингвина. Ну это реально, у них семейные узлы, прям ценности. Мне кажется, что если сказать, что семья, что касается животного мира и семьи, то, наверное, пингвины одни из самых преданных и заботливых животных. Евгений, кстати, не только показывал свои снимки, но и оценил чужие. Поскольку стал жюри полуфинала в конкурсе фотографий дикой природы Алтая. С Евгением мы как бы знакомы уже третий год. Мы его вовлекли на самом деле в наш проект. Он у нас член жюри фото-выставки «Живая природа Алтая». Ну и так совпало, что он в это время в Барнауле, во время фестиваля. Поэтому накануне опять большой поездки. То есть вот он сейчас фактически только проводит у нас мероприятие. После этого опять уезжает в большую поездку. Уже в среду Евгений отправляется в Таиланд. А в начале февраля переместится в Японию для съемок журавлей и снежных обезьян. Кроме того, сейчас он хочет подать свои снимки на международный конкурс «Золотая черепаха». Шансы на победу большие. Ведь в прошлом году фотограф взял в нем третье место. Даню Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok